Я собирался рассказывать и буду рассказывать про трехмерную структуру хроматина. Введение к этой теме состоит в двух парадоксах. Они на некоторой степени очевидны, но тем не менее, если про них немножко задуматься, они не банальны. Первый парадокс состоит в том, что ДНК у нас во всех клетках одинаковое, а клетки разные. В развитии клетки, которые были одинаковыми, сначала была одна оплодоворенная яйцеклетка, потом она поделилась, еще поделилась, еще поделилась. В какой-то момент они становятся разными. И понятно, почему так бывает, потому что в разных клетках работают разные гены. Для млекопитающих мы это понимаем довольно плохо, для зародыша дрозофилы, для яйца дрозофилы мы это понимаем существенно лучше. Там есть какие-то хорошие модели, как это происходит, но тем не менее, это вещь удивительная. Второй парадокс тоже в значительной степени общеочевидный, но тем не менее, состоит в том, что если наше ДНК развернуть, то это будет 2 или 3 метра. А все это при этом упаковано в ядро диаметром в несколько микронов, что означает, что упакован довольно плотно. Довольно давно людям стало ясно, что упаковка хроматина в ядре сильно влияет на работу генов. И дальше были всякие чудесные картинки в учебниках, которые многие из вас, по-видимому, видели. Что вот такая фибрила, потом сякая фибрила, потом еще сякая фибрила, потом уже нуклеосома, и вот там ДНК намотан на гистоны. Вот такие картинки с разным разрешением. Вот она сначала на гистоне, потом она так упакована, всяк упакована и так далее. И полезно понимать, что эти картинки в значительной степени плод фантазии их авторов, потому что реально этих чудесных фибрил особенно никто не видел. Несколько лет назад наконец появились экспериментальные методы, которые нам позволяют обсуждать вот эту трехмерную структуру хроматина уже не на уровне такой биологии древних греков, которая была разновидностью философии, когда люди ничего не наблюдали, а только думали, в плоскость такую абсолютно конкретную. У нас теперь есть данные, и мы можем эти данные каким-то способом анализировать и уже говорить что-то содержательное. Как всегда, это не было таким вот ударным открытием. Вообще, современная биология, по-моему, наука, которой резко противопоказаны Нобелевские премии, потому что Нобелевские премии дают зазарение, а современная наука, она очень инклементальная. Прогресс идет в значительной степени не за счет каких-то отдельных блестящих экспериментов или отдельных блестящих озарений, а за счет такого продвижения силами большого количества лабораторий. Это ладно. Здесь то же самое, здесь эти методы развивались постепенно, они становились все более и более глобальными, но, с другой стороны, в каком-то смысле перелом наступил, когда вот вышла статья из группы Джоба Деккера, теперь уже восемь лет назад, но семь, наверное, все-таки, про то, как мы можем смотреть контакты между фрагментами хроматина, упакованными в ядре. И вот схема нарисована здесь, я ее очень поверхностно расскажу, там куча, значит, замечательных технических деталей, но, значит, поскольку я биологией занимаюсь в компьютере, то я в экспериментальные детали рисоваться не буду, потому что скажу какую-нибудь глупость, и вам будет смешно. Вот. А на уровне таком чисто концептуальном идея вот какая. Значит, во-первых, мы берем популяцию клеток. Я не буду сейчас говорить про индивидуальные клетки, я все время буду говорить про популяцию клеток. Мы берем какой-то образец, в котором плавает много клеток. Ну, если мы умные экспериментаторы, то мы все-таки добиваемся, чтобы это был образец однородный, да, то есть это должна быть культура клеток одного типа. Заливаем формальдегидом. В результате получаем сшивки. Сшивки мы получаем, на самом деле, между белками. ДНК с ДНК не сшивается. Но поскольку в хроматине ДНК намотано на гистоны, то значит, очень плотно, да, там гистоны есть практически везде, то как минимум через гистоны эти сшивки обеспечиваются. Мы получаем вот эти вот сшитые через белок участки ДНК. Потом мы режем это какой-то рестриктазой. Получаем такие фрагменты, где это фрагмент из одной области хроматина, а это вообще говоря, фрагмент из одного участка хроматина, а это, вообще говоря, фрагмент из другого участка хроматина. Потом навешиваем на конце этих фрагментов биотин. а потом сшиваем получаем вот такие химерные кружочки где часть кружка из одного участка кольца прошу прощения а другая часть кольца из другого участка тут есть некоторый фокус значит я у нас на семинаре несколько дней назад физик рассказывал всякие полимерные модели которые из этих данных получаются показывал ровно эту же картинку и все показывают как базовая картинка из базовой статьи вот поскольку это был семинар он тренировался значит тренировали такая предзащита для него было и соответственно надо было тренировать я спросил очень хорошо что будет если красные сошьется с красным а синий синим и вот химерного кольца не получится получится два таких вот и он надолго завис где-то такой они на самом деле конечно сошьются таких тоже будет очень много но они просто на этапе компьютерного анализа автоматически отфильтруются а нас интересуют химерные фрагменты значит дальше мы наливаем другую рестриктазу мелкощепящую значит все это разрушается у нас получаются в частности в результате разрушения у нас получаются участки с биотином которые значит должны быть химерными а дальше мы за биотин вытаскиваем и вот эти фрагменты которые мы вытащили секвенируем с двух концов в результате у нас один прочитанный кусочек пришел из одного участка хроматина а другой прочитанный кусочек пришел с другого участка хроматина и мы помним какие участки образовывали пары поэтому теперь когда мы картируем на геном мы знаем что в какой-то клетке эти два участка находились контакт и это результат этого эксперимента наш прелесть его состоит в том что это не не один раз делается а делается массово в результате получается вот такая вот так сейчас я на это буду натыкаться значит в результате получается вот такая карта контактов значит это координата вдоль одной хромосомы это координата вдоль той же самой хромосомы или другой хромосома неважно а яркость пиксела в этой карте говорит какой доли клеток эти два участка находились в контакте клетки вообще говоря разные поэтому очень заметная часть контактов особенно далеких это результат каких-то случайностей при укладке а какие-то контакты появляются часто и они по видимо являются функционально значимыми дальше происходят всякие нормировки я не буду про них подробно говорить это такая техническая часть бог с ними и в конечном счете мы получаем значит вот эту матрицу контактов значит который можно рассматривать именно вот как сырую мат но там надо поделить на ожидаемое просто среднее потому что ясно что те участки которые на хромат в хроматине были рядом вот по последовательности они часто будут и в пространстве рядом да если вы нитку сворачивая сматываете в клубок то те участки которые в нитке были рядом они с большой вероятностью притянутся друг другу поэтому значит значит чтобы рассматривать это в каком-то едином с единой точки зрения надо это отнормировать на то что мы ожидаем просто исходя из того что мы одномерную структуру свернули в пространственно сжали да смяли даже сказал вот дальше есть красивая техническая вещь я наверно значит вот какая что мы вот мы можем работать с этой сырой матрицы контактов а можем сделать некоторую усредненную клетку так чтобы говорить усредненное ядро более точно так чтобы говорить что участки которые часто контактируют они наверно в среднем в пространстве находятся рядом потому что наша интуиция больше приспособлена думать в терминах расстояний чем в терминах частот у человека в голове геометрия довольно хорошо устроена а теория вероятности устроена безобразно это как бы такой ну факт нашей психологии вот поэтому есть способ нормировки опять я не буду начать технические вещи кому-то интересно потом отдельно расскажу когда мы матрицу контактов превращаем в матрицу расстояний таких вот усредненных расстояний по всей популяции клеток ну и замечательно на что с этим можно делать во первых можно смотреть как убывает вероятность контакта с ростом расстояния вдоль последовательности и я не буду подобно про это говорить значит вот рисуют люди вот такие графики это двойные логарифмические координаты здесь есть вот такой здоровый линейный кусок можно мерить его наклон он равен почти что единица на показатель степени а значит почему это существенно почему существенно вот эту зависимость вероятности контакта от линейного расстояния потому что это приводит к разным моделям к разным пространством моделям вот этой вот упакованного хроматина потому что если вы хроматин упаковываете просто как случайный полимер у которого звенья притягиваются поэтому он коллапсирует у вас получается вот такая равномерная глобула и это не то что мы видим в эксперименте потому что во первых потому что для вот такой вот глобулы простой вот эта зависимость вероятности контакта от расстояния линейного другая по сравнению с тем что мы наблюдаем в этом эксперименте хайси а во вторых потому что то что мы видим в экспериментах по картированию хромосомных территорий как бы совсем отдельная экспериментальная техника которая нам показывает каких как упакованы хромосомы в ядре да вот это вот как бы участки отвечающие одной хромосоме здесь это значит более ярко нарисовано тут просто нарисованы какие-то хромосомы это разрез ядра что видно что хромосомы здесь образовывают такие достаточно компактные области случайный глобуле такого бы не было они были бы там 6 на сильнее перемешаны поэтому люди придумали это не наши работы эта работа опять кедекера мирного и модель старая старая модель фрактальные глобулы александра гроссберга и сергей ничаева значит гроссберг в америке сейчас а терёжа ничаев там много работал во франции а сейчас опять таки в в москве вот значит модель фрактальный глобул я не буду ее подробно объяснять это не моя область и это как бы такой просто с высоты плечевого полета чтобы понимать как это устроено она устроена вот как представьте себе что вы сжимаете полимер следующим образом вот я не знаю вот когда я был маленький в детском саду девочки делали бусы из проволоки я забыл собой взять проволоку я тогда просто показал значит вы сначала значит вот вы берете там длинную проволоку медную которая легко гнется сжимая эти комочки в ней мы получают такие бусы а теперь мы не останавливаемся дальше в эти комочки сжимаем еще потом еще тут получается такая структура значит состоящий из комочков внутри комочков внутри комочков и так далее и тогда получается то что мы хотим тогда получается что при такой матку при такой физической модели линейным значит сжатие линейной молекулы мы во-первых получаем правильный шкалирующий коэффициентум мы получаем правильную зависимость трехмерных расстояний от одномерных а во вторых мы получаем картинку очень похожую на то что мы видим в экспериментах с Фишом, с окрашиванием, с флуоресцентным окрашиванием хромосом. Вот мы видим большие области, которые занимают отдельные хромосомы, ну или участки близкие в ядре, близкие по последовательности. Второе, что мы видим на этой картинке, мы видим, когда мы эту картинку переводим в матрицу расстояний, мы видим такой очень характерный клетчатый рисунок, как на шотландской ткани и на рубашках у многих здесь сидящих, как я сейчас радостно, значит, посмотревши, обнаружил. Вот, то есть у нас получается, что у нас вся хромосома разделена на участки двух типов, ну вот здесь это видно, и участки одного типа любят быть в контакте с участками того же самого типа, и участки другого типа тоже любят быть в контакте с участками того же самого типа, а крест-накрест они любят 6 на меньше. Поэтому у нас есть яркие квадратики, которые показывают, что вот этот участок, вот эта область любят контактировать вот с этой областью и не любят контактировать с предыдущей областью. А дальше оказывается, что вот когда есть такое деление всего хроматина на два компартмента, то если мы теперь посмотрим на данные по эпигенетике, посмотрим на модификациях гистонов в этих компартментах и посмотрим на доступность для первой ДНКЗ, для ДНКЗ-1 вам показывает, насколько рыхлый хроматин, насколько он плотно упакован локально. То мы увидим, что участки одного компартмента обогащены активными гистоновыми метками, это вот где-то здесь нарисовано, значит, вот H3K27E3, это, по-моему, активная метка, если я правильно помню, могу случайно пробраться. И эти же участки чуть более рыхлые, а если участок более рыхлый, то есть он более доступный для ДНКЗ-1, опять-таки мы это знаем из данных по эпигенетике, это участки активного хроматина, те, которые активно термоскрибируются. А другой компартмент, он наоборот обогащен репрессивными гистоновыми метками и локально более плотно упакован. И это участки неактивного хроматина. То есть получается, что у нас клетка делится таким автоматическим образом, мы примерно понимаем, где активный хроматин, и участки активного хроматина находятся в контакте друг с другом, даже если они вдоль хромосомы расположены далеко. И, соответственно, мы знаем, где у нас неактивный хроматин, на участке неактивного хроматина тоже расположены близко друг к другу. Да, это такой взгляд на структуру хроматина с высоты птичьего полета. А можно зайти с другого конца. А это вот то, что я нарисовал как раз, да, это компартменты. Ну, вот как бы вот одни компартменты, и тут все плотно упакован, и друг с другом они контактируют, а это другие компартменты. А если, так сказать, это как бы взгляд вот такой максимально общий. А можно зайти, наоборот, локально. Можно зайти с ранних стадий вот этой вот упаковки в бусины. И, значит, вот это, соответственно, карта контактов для какой-то хромосомы. Можно из нее вырезать кусочек, посмотреть на него внимательно. И мы увидим, что вдоль главной диагонали, да, вот у нас последовательность идет вдоль главной диагонали. Есть участки, которые очень плотно контактируют, и они совсем не, почти совсем не контактируют друг с другом. То есть это вот те самые маленькие бусинки, которые получаются при самом первом, значит, сжатии хроматина. То есть вот здесь имеется плотный клубочек, и здесь имеется плотный клубочек. А друг с другом они контактируют слабо. И такие объекты называются топологически ассоциированные домены или ТАДы. И я большую часть времени как раз про них буду рассказывать, потому что это то, с чем мы, в частности, пытались работать. Ну, соответственно, есть программы, которые эти ТАДы выделяют автоматически. Тут имеется следующая хитрость. Вот эта картинка, которую я показал на предыдущем слайде, она такая замечательная. Тут вот прям видно вот эти квадратики, квадратики, квадратики. Но это картинка из обзора. И в обзор ее взяли ровно потому, что она такая замечательная, на ней все хорошо видно. А в действительности все вовсе не так замечательно. Эта картинка более реалистическая. И она более реалистическая в следующем смысле. Ну вот, посмотрим вот сюда. Вот один клубочек, вот второй клубочек. Но вот здесь вот видно, что контактов больше, чем в остальных областях. То есть эти два клубочка друг с другом все-таки тоже немножко взаимодействуют. В среднем. Здесь то же самое. Да, один, другой. И все вместе это тоже очень хочется объединить. То есть любая программа, которая выделяет вот эти самые тады, она на самом деле зависит от, значит, результат работы этой программы всегда будет зависеть от каких-то параметров, которые вы в эту программу заложили. Вот насколько плотные участки вы хотите считать тадами. Или, может быть, чуть более рыхлые вы тоже хотите считать тадами. То есть вы хотите иметь много маленьких совсем плотных тадов или поменьше не совсем плотных тадов. И никто не знает на самом деле, значит, никто не знает, нет, не то, что никто не знает на самом деле, как это должно быть, а никакого на самом деле нет. Да, потому что тад это некоторый конструкт, это та модель, в которой нам удобно думать, вот нам удобно думать в терминах этих клубочков, которую мы данным навязываем. Исходные данные это все-таки полная матрица контактов. А вот деление хромосома на тады, оно зависит от темперамента. Вот здесь можно считать, что здесь три тада. Этот, этот и этот. А можно считать, что один большой. Как правильно зависит от той задачи, которую вы хотите решать. И это довольно частая ситуация в биоинформатике. Ну, там, типичный пример, что такое дифференциально экспрессируемые гены. Вот если один вообще молчит, нет ни одной копии, а другого там миллион копий. А в другой ткани этот ген транскрибируется, в клетке присутствует количество миллион копий МРНК. Ну, наверное, это дифференциальная экспрессия. А вот разница в 10 раз. Ну, наверное, тоже дифференциальная экспрессия. А разница в полтора раза. Это много или мало? Ответ. Вот как скажете, так и будет. А дисперсия зависит? Да. Правильно. Вам нужно делать биологические реплики, смотреть дисперсию, смотреть статистическую значимость. Дальше окажется, что если у вас ген очень интенсивно транскрибируется, то даже очень маленькое отличие будет очень статистически значимо. Да, если у вас какой-нибудь, не знаю, тубулин, который присутствует в неимоверном количестве копий, то там даже разница в 1% уже будет статистически значима. Поэтому в одной дисперсии все это не убьете. Типичная стандартная ситуация в анализе биологических данных, к этому надо относиться спокойно. Что надо в этот момент понимать, что если вы хотите делать какие-то биологические выводы, то попробуйте свои параметры немножко поварьировать и проверьте, насколько ваши выводы устойчивы к маленьким изменениям параметров, с которыми вы работаете. Вот я просто глядя в зал, вижу по выражению лица, кто занимается сравнительным анализом экспрессии, а кто не занимается. Те, кто занимаются, они на лице нарисовали загадочные улыбки. Все причем. Это было введение. Теперь, собственно, то, что мы пытались делать. Самое первое, когда эти данные только появились, у нас возникла замечательная идея, что смотрите, вот эти какие-то участки пространственно сближены, и это устойчиво. То есть это повторяется от реплики к реплике. Наверное, это зачем-то нужно. Это не случайно. Коли так, то это, например, может быть нужно за тем, чтобы эти участки, которые пространственно часто оказываются вместе, наверное, они находятся в одном функциональном состоянии. Было бы очень естественно. У вас имеется такой пространственный, значит, вот такой шар, вот который есть, ну, там, не важно сказать, некое пространственное тело, которое есть ядро, и в нем будут области, пространственные области, в которых хроматин находится в одинаковом состоянии. И потому-то мы его и видим, что он, значит, близко друг к другу. Давайте это проверим. Мы берем данные эпигенетические, там, стандартные, для той же самой линии клеток, независимо полученные, и их сравниваем. И оказывается, что да. Я не буду подробно про это рассказывать, такие технические вещи, это там уже старая работа, и с тех пор люди сделали то же самое гораздо аккуратнее. Но тут нарисовано, в общем, вот что. Ну, давайте здесь. Здесь это близость пространственная, то есть это далекие участки, а это участки, которые сближены. А по этой оси разница в уровнях метилирования ДНК. Ну, и видно, что вот здесь вот, видно, что есть участки. Тут как-то перенормировано расстояние, поэтому не удивляйтесь, что оно бывает отрицательным, если кто-то видит циферки. Там какие-то нормировки заведены на этот счет. Были. Я ж не помню зачем. Вот. Но тенденцию видно, что участки, которые близки, они любят иметь одинаковый уровень метилирования, а участки, которые далеко, имеют разные уровни метилирования. Все очень хорошо. То же самое получается с традиционной модификацией. Вот здесь, вот так, цвет точек, это своя, несмотря на модификацию, они здесь перечислены. Что? А объекты, которые близко, они похожи по традиционному модификациям, объекты, которые далеко не похожи. То же самое по открытости, про доступности хроматина для ДНК З1. Близкие участки похожи, далекие не похожи. То же самое по уровню экспрессии генов. В участках, которые пространственно сближены, гены экспрессируются на одинаковом уровне, а которые далеко, значит, уже на каком-то случайном. Более того, если мы возьмем теперь данные из разных клеточных линий, данные об экспрессии генов, и будем считать не уровни экспрессии, а будем считать, как кластеризуются профили экспрессии генов разных линий клеток. То есть мы будем считать, что два гена имеют похожие профили экспрессии, если они экспрессируются в одних и тех же клетках, а в других клетках молчат. Тоже оказывается замечательно, оказывается, что гены, которые близки в пространстве, они имеют тенденцию включаться и выключаться одновременно. Все замечательно. Это тенденция, это не то, что это такие железные хорошие правила, но на уровне статистической тенденции это довольно хорошо видно. Мы сильно пролетели с этой работой, потому что нам показалось, что это все страшно круто, и давайте мы это зашлем, я же не помню, с чем мы начинали, чуть ли не с Nature. Нас оттуда радостно выпилили, мы послали в ПНАС, нас оттуда тоже выпили, в общем, мы постепенно спустились до ПЛОС ВАН, как и этот самый Винни-Пух, которого Кристофер Робин за лапу тянет, мы пересчитали все ступеньки от Nature к ПЛОС ВАН, и пока мы бодались, другие люди сделали то же самое аккуратнее, на большем наборе данных, и очень похожую сделали работу, но более красивую. В результате про эту, в общем, никто не помнит, я назло показываю именно ее, а не ту. Это ну то же самое, только на уровне хромосомных состояний, ладно, это уже бог с ним. Прошкалирование я уже сказал, я не помню, зачем я это второй раз сюда повесил. Это погодите, это какой-то глюк, это второй раз полезло то же самое, виноват. Это у меня просто сегментная дупликация доклада случилась, в эволюции такое бывает. Вот, прошу прощения. Вот. А дальше уже было прикольно, потому что дальше у нас образовались коллабораторы в России, лаборатория Сергея Разина в институте биологии и гена, которые поставили у себя эту экспериментальную методику и начали генерить какие-то колоссальные объемы данных, и нас пригласили с ними посотрудничать вот про рассуждение и анализы этих данных. То есть дальше будет оригинальные экспериментальные данные, вот разинские, и наша обработка. Значит, первое определение, я про это уже сказал, на самом деле, про определение ТАДов, что определение ТАДов зависит от того, какие параметры вы выставите в программе. Но вот здесь, при одном параметре, вот этот вот длинный фрагмент, это один ТАД, да, но вот здесь видно, что здесь есть такой вот треугольник и много контактов внутри этого треугольника. Если вы поставите более жесткие параметры, то он развалится вот на такие ТАДы, которые существенно меньше. Ну, опять-таки, мы экспериментировали с разными параметрами, и то, что я буду рассказывать, оно от конкретного параметра практически не зависит. А дальше оказалось, что если мы возьмем, да, это речь идет про дрозофил сейчас, что если мы возьмем четыре разных клеточных линии разного происхождения, и независимо сделаем для них эти эксперименты, ну, там, с биологическими репликами, там все аккуратно, то границы ТАДов между разными клеточными линиями довольно хорошо воспроизводятся. То есть вот эта вот пространственная упаковка хроматина, я начал с того, что все клетки разные, потому что в них хроматин упакован по-разному, но на самом деле большая часть хроматина на самом деле все-таки упакована одинаково. И мы это видим, потому что вот это фрагменты, опять-таки, вот этой пространкой карты контактов. У меня теперь диагональ, я теперь все картинки положил на диагональ, поэтому у меня теперь место квадратиков в треугольнике. Да, у меня теперь координата вдоль последовательности просто идет слева направо. Значит, вот это вот ТАДы, выделенные, значит, это сыроиданные, а это ТАДы, выделенные в разных клеточных линиях, и синие границы просто повторяются во всех четырех клеточных линиях, розовые в трех и так далее. Причем, на самом деле, мы видим, вот опять к вопросу о искусственности наших моделей. Ну вот, например, где-нибудь вот здесь, да, смотрите, вот здесь это два разных ТАДы в этой клеточной линии, а в этой клеточной линии этот участок выделился как один ТАД. На самом деле видно, что вот он был один и был другой. Вот здесь мы решили, значит, действовать честно, руками ничего не подкручивать, на самом деле не потому, что мы такие честные, а потому, что руками подкручивать три миллиарда нуклеотидов, и это руки отсохнут. Вот. Мы немножко в это играли, да, вот когда мы подбирали параметры, мы как раз их подбирали так, чтобы получилось лучше. Вот здесь то же самое, да, видно, что на самом деле здесь, вот здесь четко два разных ТАДа, один и второй, а здесь возникают какие-то еще дополнительные контакты между этими ТАДами, между этими маленькими глобулками, и теперь программа хочет это восстановить как один ТАД. Вот здесь это еще лучше видно, да, вот такая фрактальная структура, действительно очень хорошо видна. Замечательно. Там вот диаграмма Венна показывает, какая доля границ между ТАДами, общая для всех клеточных линия, то, что в середине, и, значит, зависит от клеточной линии, да, вот, большая часть этой диаграммы Венна живет в середине, или там три из четырех сохраняются. Но опять-таки, когда сохраняются три из четырех, на самом деле, вот если глазом посмотреть, то видно, что структура-то там та же самая, просто мы пороги немножко, там было чуть выше порога, а здесь чуть ниже порога. Значит, дальше есть некоторое существенное отличие нашей методики от той, которую делают другие люди, потому что когда, значит, в большом количестве опубликованных работ весь хроматин делится на ТАДы. На самом деле, конечно, нет, потому что вот он ТАД, вот он соседний ТАД, и есть большой участок, где вообще нет никаких контактов, да, но очень мало. И в результате, значит, мы поделили хроматин на ТАДы и достаточно протяженные участки между ТАДами. Да, то есть ТАДы не обязаны подходить друг к другу вплотную. Да, но как вот у нас там, не знаю, нарезка какого-нибудь дачного поселка на участке, там забор к забору стоит, да, вот забор, с одной стороны одни люди живут, с другой другой. А теперь, представьте себе, все то же самое, только просто в лесу произвольные участки нарисованы, и есть большие куски, которые никому не принадлежат. И если это сделать, оказывается, замечательно, потому что оказывается, что свойства ТАДов и свойства интер-ТАДов, участков между ТАДами, отчасти разные. Ну, например, в интер-ТАДах много активных хроматиновых модификаций и много сайтов, значит, пиков связывания полимераза второй. Пик связывания полимераза второй, который к нам приходит из эпигенетических, опять-таки, данных, это означает, что этот участок активно транскрибируется. Полимераза вторая на нем живет часто. А ТАДы, наоборот, обогащены репрессивными гистоновыми модификациями, неактивными, и это как бы показатель того, что транскрибции не происходит. Значит, вот здесь это видно, это профиль связывания полимеразы второй, и это, да, я правильно сказал, H3K27, ацетилированный, это признак активного хроматина, значит, гистон H1 признак неактивного хроматина, и получается довольно хорошая корреляция. Вот сверху структура ТАДов, и вот мы видим вот эти вот пики активного хроматина как раз на границах ТАДов. Здесь, вот здесь, опять, это статистическая тенденция, это не то, что в каждом конкретном случае так, но тенденция очень сильная, очень яркая. То есть активная транскрипция и вообще активная жизнь в значительной степени происходят между ТАДами. Ну, на самом деле, даже можно примерно сообразить, почему, если ТАД это плотно упакованная область хроматина, то откуда же там возьмется транскрипция, если он плотно упакован? Да, характерный размер ТАДа зависит от параметров, которые вы вставляете, но, в общем, примерно мегабаза. Да, как раз достаточно, чтобы говорить про различия в уровнях экспрессии. Очень похожая картинка нарисована здесь вот что. Значит, давайте мы возьмем, вот на этих картинках сначала, давайте мы возьмем все границы между ТАДами и интертАДами. Вот те участки, где межтадные, вот те области, где ТАД заканчивается и начинается вот такая вот ничейная земля между ТАДами. Значит, вот на каждой такой картинке, значит, мы просто суммируем все, вот мы берем все границы и накладываем друг на друга. Значит, вот здесь граница между ТАДом и интертАДом. В правой идет плотная, а упакованная, вправо идет глоба УК, вправо идет ТАД, а влево идет вот эта вот проволока между бусинами, не упакованная. И давайте посмотрим разные, значит, что мы там видим. Значит, здесь нарисован уровень транскрипции, опять-таки оцененный по профилям связывания, сейчас глупость говорю, просто уровень транскрипции, нет, оцененный прямой по транскриптому. Ну и замечательно, здесь высокий уровень транскрипции, а здесь низкий, это четыре разных клеточных линии, все очень устойчиво. То же самое можно нарисовать по-другому, вот теперь вот здесь будет уровень транскрипции, по этой оси будет доля активного хроматина, оцененная по модификациям гистонов. Соответственно, каждый кружочек соответствует участку в геноме, красные кружочки это фрагменты ТАДов, синие кружочки фрагменты интертадов. Ну и вот мы видим, во-первых, мы видим хорошую корреляцию между уровнем экспрессии и долей активного хроматина, это нам как бы подтверждает, что эпигенетические данные разумны. А во-вторых, мы видим, что интертады живут вот в этом квадранте, да, здесь почти все голубое, то есть тут и хроматин активный, и транскрипция много, а здесь наоборот, мало транскрипции, и гистоны имеют репрессирующие модификации, неактивные модификации. Левую картинку, она замечательно красивая, можно я ее не буду объяснять, это третий способ сказать то же самое. Вот. А эта картинка поучительная, потому что, что делать, опять, тот же самый формат, здесь ТАД, здесь интертад. А каждая клеточка, это какой-то признак. Это может быть транскрипция, это может быть профили связывания полимеразы второй, это может быть связывание разных белков, это вот аналог, дрозофилиачий аналог человеческого инсулятора CTCF, и это тоже какой-то белок, который, значит, по легенде должен быть инсулятором, а вот это, наоборот, активирующие метки. Да, активные много здесь, много в межтаде, мало в таде и так далее. Значит, картинка нужна за тем, чтобы показать, что совершенно замечательным образом согласовано и по типам меток, по эпигенетическим, разным эпигенетическим признакам, и между клеточными линиями, значит, три цвета, это три разных клеточных линии, и все замечательно воспроизводится, все очень хорошо и круто. Ну, дальше замечательное. Значит, дальше будет история про то, как мы, как всегда, значит, нарвались, а потом, как мы спасались из этого. Нарвались мы вот таким способом. И опять, эта ситуация, которая очень часто в биоинформатике встречается, я поэтому про нее, значит, хочу упомянуть. Мы решили, что раз у нас есть столько разных признаков, и эти признаки скоррелированы, и мы не знаем, какие из них как бы главные, потому что они все очень сильно скоррелированы. Давайте мы сделаем вот что. Давайте мы возьмем какую-нибудь программу анализа данных. В данном случае эта программа называлась Лассо. Очень хорошая. Как раз для работы с скоррелированными признаками. Вот все должно быть у нее замечательно. И посмотрим, можем ли мы предсказывать границы ТАДов, глядя на эпигенетические признаки. И идея была, такая наивная идея, была такая, что вот если эта программа проработает, то тот набор признаков, который дает наилучшее качество распознавания, вот он-то и будет биологически наиболее важным. И эта логика, вот если бы мы были, вот если бы я был умный, то я бы вспомнил, что так никогда не работает. Но у нас, значит, тоже была весна, значит, у нас было какое-то хорошее настроение, и мы решили, что сейчас мы это сделаем. И нифига не вышло. Оказалось, что эта программа страшно чувствителен, этот подход страшно чувствителен к очень маленьким изменениям в данных. Но, например, если мы берем не полные данные, а 90%, то набор ведущих признаков может поменяться радикально. Понятно, почему происходит. Вот опять, значит, задним числом понятно, почему так произошло. Потому что, когда у вас есть очень скоррелированные признаки, то вы для предсказания можете использовать любой набор. И качество предсказания будет одним и тем же. Качество предсказания не является признаком биологической релевантности в случае сильно скоррелированных признаков. Ну, это здесь то, что нарисовано. Значит, это вот, это то, что называется рок-кривые. И, значит, хорошее распознавание, это, значит, чем лучше распознавать, тем сильнее эта кривая выгнута в сторону этого угла. Да, это там зависимость специфичности предсказания и чувствительности предсказания от порога. И вот они разные модели с разными наборами признаков. Качество предсказания одно и то же. И, в конечном счете, оказывается, что вообще двух признаков достаточно. Триметилирование четвертого лизина третьего гистона и тотальный уровень экспрессии. Все, после этого вы границы предсказываете очень хорошо, добавление новых признаков вам практически ничего не улучшает. Поучительная история за этим, это как бы история такой, ну, не то чтобы большой неудачи, но, значит, надо было быть умнее. А интересный результат, который из этого вышел, вот какой. Было масса статей про структуру хроматинового млекопитающих, и во всех этих статьях у людей получалось, что основным белком, который, основным признаком, который, значит, обозначает границы тадов, является связывание белков-инсуляторов. И есть всякие чудесные модели про то, что белки-инсуляторы ровно затем и нужны, чтобы сцепить, значит, два края тада, сделать такую петлю, а дальше эта петля как-то упакуется. И похоже, что дрозавилы устроены не так, что само по себе поучительно, потому что, когда мы берем белки-инсуляторы, гомологи вот этих самых белков млекопитающих, CTCF и вот этот, не знаю, как он по ученому называется, то оказывается, что мы границы тадов предсказываем очень плохо по сравнению вот с этими тотальными пенигническими марками. То есть, похоже, что, ну, там, в млекопитающих мы не залезали, значит, ну, если верить тому, что опубликовано, что млекопитающих драйвером образования вот этой структуры тадов является связывание белков-инсуляторов, и они задают то, какие участки будут упакованы в тады. А у дрозавилы инсуляторы, похоже, что играют второстепенную роль, а критическим является как раз деление хроматин на активно-неактивный, активно-транскрибируемо-неактивно-транскрибируемо. И это прикольно, потому что это показывает, что разные звери устроены по-разному. Опять технический слайд, бог с ним, что эффекты тем сильнее, чем более мелкие слайды тады мы делаем, значит, чем более строгий у нас порог. Это бог с ним. А вот это красивая история. Значит, я говорил, что разные клеточные линии имеют примерно одинаковую структуру тадов. Но все-таки клеточные линии разные. И давайте посмотрим, что происходит в тех местах, где в одной линии есть граница тадов, а в другой линии границы тадов нет, а есть единый тад, где тады слились. Мы полностью понимаем все ограничения, которые за этим подходом стоят, что когда тады сливаются, на самом деле структура все равно остается. Я показывал примеры, когда все равно старую структуру тадов видно. Давайте посмотрим, видим ли мы хоть что-нибудь. И оказывается, что видим. Оказывается, вот что. Значит, давайте мы возьмем следующие участки. Эти участки, которые в обеих клеточных линиях тады, вот голубые. Синие участки, которые в обеих клеточных линиях меж тады, то есть это участки, которые с точки зрения структуры хроматина между клеточными линиями не отличаются. А желтые и красные – это те участки, которые в одной клеточной линии между тадами, а в другой клеточной линии внутри тада. А теперь посмотрим на уровни экспрессии генов. Это гены, которые в этой клеточной линии экспрессируются сильнее, чем в этой. Что такое сильнее, я уже объяснял. Тоже конструкт. Мы как-то меряем отношение уровня экспрессии, оцениваем статистическую значимость того, что это отношение отлично от единиц. Это те, которые экспрессируются одинаково. Но экспрессии отличаются в другую сторону. И это два сравнения. Это одна пара клеточных линий, это другая. Сейчас я соображу, какая картинка лучше. Обе лучше, неважно. Давайте на этой показывать. Во-первых, видно, что... Сейчас, нет, лучше. Наверное, все-таки верхняя лучше. Давайте на верхней буду показывать. Во-первых, видно, что доля фрагментов, в которых граница появилась или исчезла, больше там, где действительно есть разница в уровнях экспрессии, чем там, где разницы в уровнях экспрессии нет. О, это не очень яркое наблюдение. Да, это вот 23 плюс 6, это сколько? 29 участков, в которых был тат, а стал межтат. И это 23, а это 27. Это не то, чтобы безумно яркое отличие, прямо скажем. А более поучительно другое. Более поучительно то, что там, где разница есть, она сдвигается ровно в ту сторону, в которую нужно. Среди участков, где в этой клеточной линии экспрессия больше, чем в этой, такие участки скорее здесь будут межтадами, а здесь тадами. Так вот красный сегмент, соответствующий вот этому, здесь тад, здесь межтад, больше, чем... Существенно, больше, чем желтый. А здесь в обратную сторону. А здесь они одинакового размера. И в другой паре, в другом сравнении то же самое. Здесь сильное отличие, здесь сильное отличие в другую сторону, а здесь примерно одинаково. То есть там, где одинаковый это шум, это какие-то изменения, которые от чего-то другого зависит, мы их не контролируем. Это очень грубое сравнение на самом деле. Но там, где экспрессия меняется, она меняется согласованно со структурой. Что, опять-таки, прикольно. Это один слайд из другой работы. Значит, это работа про альфаглобиновый локус курицы. Там немножко другая экспериментальная техника. Там не хайси, а 4си, неважно совершенно. Пафос здесь вот в чем. Значит, альфаглобиновый локус курицы, он активно экспрессируется в эритроидных клетках. Но понятно, альфаглобин, его надо делать в эритроцитах. Чем курица хороша, что у нее в эритроцитах есть ядро, в отличие от нас. Поэтому можно говорить про структуру хроматин. Соответственно, там есть эритроидные клетки, предшественники эритроидных клеток. И лимфоблостоидная клеточная линия, которая другая совсем, другая линия кроветворения. И, значит, то, что я не буду подробно это рассказывать, но, в общем, получается следующее, что различия в экспрессии этого локуса сопровождаются различиями в структуре хроматина в этом локусе. В эритроидных клетках, сейчас мне надо догадаться, куда здесь надо смотреть, по-видимому, вот в это выделенное место. Да, вот оно. В эритроидной клетке здесь два разных тада, вот эта граница, которая вот прямо под тенью указки. А в эритроидных клетках это вот один тад. И в этом же месте теряется сайт связывания инсулятора. То есть вот то, что я рассказывал, так сказать, так вот с высоты птичьего полета на геноме вообще, сохраняется, если мы внимательно смотрим на какой-то один конкретный участок генома. На самом деле в других участках CTCF теряется, а структура тадов сохраняется, там тоже не все так просто, но вот в самом альфаглобиновом локусе все происходит так, как я сказал. Есть модель, не наша, значит, Леня Мирнова, опубликованная в прошлом году, которая говорит другое. Потому что, значит, так как я рассказывал, тады, это такие статичные глобулки, значит, комочки на хромосоме, которые более или менее хорошо воспроизводятся от клетки в клетки, и поэтому мы их видим на усредненной картинке. Значит, Леня, Максим Макаев, вот люди из его группы, предложили совершенно другую модель для хромосомоликопитающих, которая состоит в следующем, что для нее существуют два типа белков. Один тип белков – это инсуляторы, это будущие границы тадов, это вот белки, которые просто связываются, и там есть сильный полярный эффект, эти белки несимметричные, соответственно, сайты их связывания тоже несимметричные, и вы можете нарисовать направление, да, что вот этот белок не просто связался, а вот куда он смотрит. И есть белки, ползающие по хромосоме, и, значит, петля между ними. То есть эти два белка – это когезины, они образуют контакт, значит, ДНК пропущено через каждую из них, и, соответственно, этот контакт замыкает петлю. И вот эти белки все время через себя ДНК гоняют туда-обратно. Но они не могут зайти за инсулятор. То есть инсулятор – это такая граница, внутри которой могут образовываться такие динамические петли. И оказывается, что если это аккуратно посчитать, то есть просто они делали компьютерные симуляции, оказывается, что картинка получается очень похожая. И вот если вы теперь эту модель напускаете на такую вот компьютерную популяцию клеток, и в каждой из них эти движения происходят независимо, то вы получаете что-то очень похожее на то, что мы реально стадами видим. Да, ну вот то, что здесь нарисовано. Почему мне эта модель не очень нравится? Леонид Са, во всяком случае, вот так как я ее понял и изложил, потому что из нее очень плохо следует то, что мы видим в наших данных. Ну, во-первых, это не очень большая беда, но все-таки, во-первых, здесь тады обязательно переходят друг к другу, тут вообще нет никаких интертадов. А во-вторых, в этой модели я совершенно не понимаю, как ее связать, и, значит, Леонид, наверное, надо говорить, да, вежливо? Я просто его знаю очень давно. Вот, значит, они, похоже, что то ли не пытались про это задуматься, то ли задумались, у них ничего не вышло, они замели под ковер. Не знаю, надо с ними выпить чаю, и, значит, если много чаю выпить, то они расскажут. Вот, совершенно не исключено, что тут дело в том, что это действительно разные организмы и действительно разные модели, наоборот, не разные модели, а вот разные устройства хроматина у млекопитающих и у насекомых. Это нормально, так вполне может быть, я сейчас примеры еще приведу. Ну, такая модель есть, и на самом деле, вот то, что очень хочется сделать, это попробовать, ну, вот если считать, что это правда, то как сюда можно привязать вот то, что мы наблюдаем про гистоновые модификации гистонов. С другой стороны, я вот сейчас сообразил, кто нам мешал взять и наши дрозефиллячьи данные, посмотреть на ориентацию вот этого дрозефиллячьего CTCF и посмотреть, есть ли там такой же эффект, который они видели, корреляции между ориентацией между соседними марками. Вот я сейчас сообразил, что надо просто взять какого-нибудь студента на курсовую, чтобы это делать. Я о пользе семинаров. Почему я за предыдущий год этого не сообразил, это я не знаю. Вот. Дальше еще немножко таких частных наблюдений. Вообще вся эта наука очень молодая, в ней куча каких-то противоречащих, ну, противоречащих данных все-таки нету, к счастью, но противоречащих моделей, которые какие-то аспекты этих данных объясняют, в ней есть, ну, как вы только что видели. И такой целостной картины еще пока, ну, во всяком случае, у меня не сложилось. Поэтому то, что я рассказываю, оно так неминуемо немножечко отрывочно. Но эта идея вот какая, смотрите. Мы много-много раз, значит, нормировали наши данные, чтобы вероятность связывания для каждого участка была примерно одинаковой, чтобы учесть всякие потенциальные артефакты, которые связаны там с изготовлением библиотек и всем прочим. Но мы при этом теряем на самом деле, вот когда мы так нормализуем данные, это опять-таки идеология, которая из Мирновской группы происходит. А что будет, если мы этого делать не будем? Что будет, если мы просто для каждого участка в сырых данных о контактах, без всяких нормировок, определим такую штуку, как липкость участка? Просто угрюмо, сколько контактов этот участок образует? Ну, на самом деле мы это сделаем чуть умнее, и самые близкие контакты рассматривать не будем. Вот те участки, которые... Мы хотим выйти, наоборот, за тады, где структуры тадов уже нет. И мы это сделали, мы это сделали на дрозофиле и на человеке. Получилось примерно одинаково. Потому что оказывается вот что. Оказывается, что участки, которые образуют много далеких контактов, такие липкие, они обогащены, опять-таки, активными гистоновыми модификациями. Если мы вспоминаем самые-самые первые картинки, с которых я начинал, то это нам как бы намекает, что есть участки... Это далекие контакты, еще раз, да? Мы вообще смотрели контакты между разными хромосомами. В частности, и получается то же самое. Что участки, которые любят образовывать далекие контакты, они обогащены, ну вот здесь написано, это вот, это самая липкость, как-то отнормированная. Цветные участки, это участки, соответствующие разным вариантам активного хроматина. Ну, тут перечислено, это энхансеры, промоторы и транскрибирующиеся области, активно транскрибирующиеся. А серые и белые, это, наоборот, гетерохроматин плотно упакованный. И участки, которые образуют много далеких контактов, липкие участки, они обогащены активными пометками. И опять-таки, это нам как бы... Что все время хочется? Хочется, чтобы в ядре выделялись такие пространственные области, внутри которых вся жизнь бы и происходила. Вот там был бы активный хроматин, там была бы активная транскрипция, и все было бы замечательно. Вроде бы это тоже на это намекает. Что не получилось? Была у нас замечательная идея, что если у нас есть вот эти пространственные локусы, то в них будут жить гены, которые регулируются одними и теми же факторами транскрипции. Да, очень естественно. Вы в ядре заводите такой вот локус, насылаете туда какой-нибудь транскрипционный фактор, он там вам все сразу включает. Или наоборот, все сразу выключает. Было бы очень прикольно. Ни фига не вышло. Не вышло не потому, что природа не такая. Мы не знаем, какая природа. Не вышло потому, что в силу особенностей эксперимента, поскольку там связывание через белки, да, я с этого начинал, что это не ДНК, что когда мы говорим про контакты, мы на самом деле имеем в виду контакты через белок. Оказалось, что мы не можем правильно отнормировать эти данные, чтобы учесть, что отстроится от всех остальных белков. Я не буду в деталях говорить, но там оказались вычислительные сложности, мы не придумали, как это правильно делать. Это та же самая картинка, просто корреляция. Это липкость по этой оси в нижних строчках, а в верхних строчках это разные функциональные состояния. Синие кружочки это активная, это положительная корреляция, красные, не кружочки, а овальчики, красные овальчики это антикорреляция. Ну и вот мы видим, что, опять-таки, липкость хорошо, положительно коррелирует с разными активными состояниями хроматина. Та же самая идея, просто по-другому нарисованная. Сейчас это я пропущу, это технические вещи. Мы починили всякие потенциальные артефакты, мы починили зависимость от длины хромосом, мы починили зависимость от ГЦ состава. А в результате оказывается, что эта корреляция, в общем, более-менее сохраняется. Значит, это такие были более-менее сделанные работы. Сейчас это уже будут совсем не сделанные, такие самые первые намеки. А идея вот какая, что у нас известно, что у нас есть биологические пертрубации, которые меняют состояние хроматина. Ну, например, если мы диацетилируем гистоны, то хроматин становится более рыхлым. Сейчас я пытаюсь глупость сказать. Я всегда в этом месте путаюсь. Значит, мы сделаем вот как. Значит, у нас, давайте я по-другому скажу, я не буду вдаваться в биохимические детали, я сейчас что-нибудь навру, и будет нехорошо. Я скажу идею. Значит, идея вот какая. Во-первых, есть ламин. Значит, ламин – это белок ядерной оболочки. Значит, если вы его удаляете, то, значит, хроматин перестает прижиматься к оболочке, становится более компактным. И есть разные, значит, мы можем просто удалять диацетилазу, мы можем, то есть гистоны становятся более ацетилированными, мы можем ингибировать диацетилазу, опять-таки гистоны становятся более ацетилированными, можем наоборот ингибировать ацетилтрансферазу, гистоны становятся менее ацетилированными. Есть пептиды, которые конкурируют с гистонами за связывание вот с этой самой ацетилированной участком, да, и тем самым понятно, что имеется в виду. С этими ацетилированными участками гистоны, когда у нас нет ацетилированных участков, взаимодействие между нуклеосомами становится слабее, и это эквивалентно тому, что ацетилирование выше. Да, то есть тем самым, если у нас высокое ацетилирование, то взаимодействие между нуклеосомами слабее, значит хроматин более рыхлым. Я был уверен, что у меня где-то на этом слайде правильный ответ написан. Значит, чем больше ацетилированы гистоны, тем более, по идее, да, вот из того, что мы априори знаем, тем сильнее должен быть ацетилирован хроматин. И эта чудесная картинка показывает ничего, потому что ничего не видно все равно, но, значит, если смотреть в микроскоп на нее, то она просто показывает, что данные хорошие, что воспроизводятся биологические реплики, во-первых, и во-вторых, что более существенно, что не просто, вот если мы теперь кластеризуем вот эти вот данные, значит, вот разные, значит, кластеризуем разные вмешательства по скоррелированности тому, что происходит с структурой хроматина, то получается все очень хорошо, значит, во-первых, у нас кластеризуются вместе биологические реплики, и это показывает, что у нас просто опыты воспроизводимые, а во-вторых, вот те вмешательства, которые теоретически должны работать в одну сторону, они работают в одну сторону. Ну, значит, куркумин, это ингибитор ацетилтрансфераз, работает вместе с конкурентами, вот, пепкид, который конкурирует с этим самым связыванием с этой вот ацетилируемым участком, там, гистоны без этого участка и так далее, да, вот, это вот этот кластер опытов. А это кластер опытов, в которых, наоборот, значит, деплеции ламина и ингибитор диацетилазы, то есть гистоны более ацетилированные, да, хроматин более рыхлый, да, вот здесь вот те опыты, в которых хроматин должен быть более плотный, это те опыты, в которых хроматин должен быть более рыхлый. В общем, это, опять, это предварительный очень результат, там надо еще аккуратно это переделывать, и и но но в целом в общем все получается хорошо все спасибо